Живлоня За канатом Поднимай Давай Как там обстановка? Я знаю, что ты сидишь за пулем боя. Кто заступает, кто заступает? В тяжелые бои в Курской области ведет наша 47-я бригада. А вот недавно Путин заявил, что отсекнет 2000, Ольговка и ваши пытаются деблокировать. Ты в курсе дела? Не, не в курсе. Я думаю, что он бредит. Врет, да? Ну, конечно. Ну, не то, что врет. Я думаю, что ему дали такую папочку. Ну, он прочитал. Ну, классно. Да, понял. Просто никто не подтверждает этого, и мы сами... А Масейчук... Путин сказал, но, как бы, так сказать, пока этого не видно. Ну, может, он в будущем... Саша, Масейчук в Киеве. Игорь Масейчук. Посмотри, блогер. Он сейчас блогер. Он был, это... Он такой, знаешь, проукраинский. Вот, то есть Порошенко... Масейчук. Масейчук, Игорь Масейчук. Я не могу его смотреть, у меня рвота начинается. По Масейчуку ничего не могу сказать. Толстый такой, толстый такой, мордатый, кругломордый. Ну, он уже похудел. А, уже похудел. Ну, слава тебе, Господи. А это безуглая, депутат, депутат безуглая. Депутат безуглая. Тоже не могу ее смотреть. Понял. Ясно. У меня на некоторых личностей, как это, аллергия. Да, что-то еще, интересно. Ну, Портников изменился, он сейчас вот этого... А, Бутусова, я смотрю Бутусова. Бутусова куячит, ой, извини, я не ругаюсь, а. Такие вещи, я говорю. А вы видели у Бутусова интервью с нашим главным сержантом батальона? Нет, у нас главного сержанта нету. А, у вас нету. Так вот, смотрите, если вы хотите что-то интересное посмотреть, наберите интервью Бутусов и Мустафаев, Рустам Мустафаев. Юрий Бутусов, Рустам Мустафаев. Вы очень многое узнаете, интересно. Значит, это с этим, я так понял, и с пленным, с пленным, да? Нет, не с пленным, а там как раз про наше подразделение. И там даже и немножко и я, они меня вспоминают. На злым тихим словом. Посмотрите, пожалуйста, у вас очень многие вопросы отпадут. Я обстановку, например, я знаю, что творится в Курской области. Поэтому, понимаешь, там все устраивает Россию. Потому что там заняли участок небольшой, там никакой ценности нету. Ну вот, там люди остались, а так, там все устраивается. Там просто с лица земли все стирается. Это вы мне рассказываете, да? Ну я лучше знаю. А, вы лучше знаете? Ну, Курахово сейчас племянник, работает на солнцеперке. Да, да, да. В Курахово на солнцеперке племянник. Я знаю, поэтому вы прекрасно все знаете. Вот смотри, ты знаешь, как русские берут сейчас? Русские берут фабы и солнцеперки. Когда все уничтожают, потом заходят. Ты знаешь, об этом или нет? Или ты слушаешь, как ручные все рассказывают с этим, как его, одесская культа Игорь Вадимович. Игорь Вадимович. Игорь Вадимович, нет времени у меня смотреть. Секундочку. Алло, 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 алло. Да, да, да. Слушаю, Саша. Я ж постоянно тут, это самое, я в воинской части. И наша воинская часть ведет тяжелые бои в Курской области. Поэтому то, что вы мне рассказываете, это, конечно, очень ценная информация. Но я, вы знаете, как-то все-таки мне интереснее то, что я вижу своими глазами. Саша, дело в том, что я... Вот у вас есть академия, раньше была, там командовал этот... Он заканчивал тоже мое училище, только в Северной Осетии. Подождите, какое у вас училище военное? Ажиикизе, Северная Осетия. Вы какое училище заканчивали? Ажиикизе. По какой специальности? Ну, внутренние войска. Внутренние войска. Вы специалист в какой области? У вас училище было в Харькове, училище тыла было. Да, да. Хозяйственное мыло, училище тыла. Да, внутренних войск. Да, да. Я знаю, я их меня... А то мы их меняли в гарнизонной гауптвахте. Значит, смотри... А потом... Они нас... Потом стал полторак, Степан полторак, он заканчивал мое училище, только после меня на десять. Он был... Потом у Порошенко был министром обороны. Полторак степан. Я слышал об этом. Вы по какой специальности закончили училище? У нас одна была офицер мотосилковых войск. Замечательно. Что такое ДТК к автомату Калашникова? То кто? ДТК. Вот автомат Калашникова или просто стрелковое оружие. Что такое ДТК? Я не понимаю, что за... Еще раз повтори. Автомат Калашникова. Что такое ДТК? У автомата Калашникова ДТК. Что это такое? Я не понимаю, что за... Еще раз. ДШК? ДШК. Понятно. ДТК. Пока вы там набираете. ДТК. Я ничего не набираю. Дима, Таня, Костя. ДТК. Дима, Таня, Костя. Я такого вообще не знаю. Вообще никогда не слышали, да? Я что-то такое. Скажи мне. Ну, сейчас, секундочку. Ладно. Может быть, действительно, так сказать, очень сложный вопрос. А, ну, ударно-спусковой механизм, Шептало, что такое? Ну, знаю, знаю, знаю. Какую функцию выполняет Шептало? Знаю какую. Какую? Это... Оно используется при автоматической стрельбе. Оно помогает... А при одиночной не используется? Используется, ну, в основном для автоматической. А, в основном для автоматической. Без разницы. Без разницы. Без разницы. Вы безграмотный инженер. Или как это? Офицер мотострелковых войск безграмотный. ДТК – это дульный тормоз-компенсатор. А, ну, я вот это так и не понял. Ну, это вы так и не понимаете. Пока. Поэтому, да. Ну, это хорошо, что вы безграмотный. Мне это нравится. Не, ну, понимаешь. Уже 26 лет на пенсии, может, и забыл. Ну, естественно. Вы дедушка старый. Ну, дедушка старый. Поэтому, я же говорю, я как-то вас не очень доверяю, потому что вы дедушка старый. Ну, доверяю, верю, понимаю, но... А давай я альбом покажу, альбом покажу. А вы мне можете все что угодно показать. Я же не сомневаюсь, что вы офицер мотострелковых... 26 лет на пенсии. 26 лет на пенсии, знаю. Знаю. Я же в этом не сомневаюсь. Дедушка старый. Дедушка старый, ему все равно. Я понял. Что-нибудь еще хотите спросить, сказать? Вот ты, наверное, знаешь АГС-17 «Пламя». Знаешь, что такое? Слышал такой 30-миллиметровый автоматический станковый гранатомет с улитками. Правильно. 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 30. А сколько в барабане там этих гранат? ВОГ, ВОГ, ВОГ. ВОГ, ВОГ. ВОГ, ВОГ, ВОГ. ВОГ, ВОГ-17. Не знаю, честно говорю. 29. Думаю, что... 29. 29. Я хотел сказать около 30. Слушай, а ты не знаешь. Ну и что? Ты молодой не знаешь. Ну так я же не мотострелок. А что такое КПВТ? Это крупнокалиберный пулемет Владимирова. Ага. Калибр, если я не ошибаюсь, это сделан под патроны от противотанкового ружья. В конце войны калибр 14,5. Правильно. 14,5. Правильно. Ну в общих чертах, я же говорю. Я хотел сказать, что... Пушка Гром. Вот это старый, это старый. А пушка Гром. Пушка Гром. Гром это 2А20 стоит на этом самом 73 миллиметра. Гладкоствольная стоит на БМП-1. Правильно. Вы же знаешь. Ну я говорю, что-то знаю. Ну я же... Я радиоэлектронный инженер, господи. Это самое. Я... Такие вещи, связанные с общевойсковым боем, я знаю только, ну, самые общие вещи. Ну, понял. Так я тоже. Видишь, я забыл. 2,6 лет на 5. Ну, я же не против. Я верю. Я с пониманием отношусь к вам и к тому, что вы говорите. Я видел, ты там показывал, ты этим занимаешься, я знаю, и калибры, знаешь, и пулеметов, и эти самые. Называй мне калибры пулеметов, я тебе отвечу. Не буду сейчас. Если вы хотите что-то узнать, найдите интервью Юрий Бутусов, Рустам Мустафаев. Много чего узнаете. И он сейчас у нас осуществляет лабораторию, которая не только платы делает, а много чего еще еще делают. У нас и власная лаборатория, которая занимается самым необходимым по радиоэлектроннице. В самом направлении. Ну, тогда не буду больше вас беспокоить. Не-не, Саша, не убегай. Ну, чего ты убегаешь? Две минуты. Вот, самое, русские войска сейчас. Вот у вас сейчас паника, людей хватает, вот эти людоловы. Вот показывают в Харькове это брехня, людоловы ловят людей. Ну, людоловы – это ЦК, людей ловят. Да, к сожалению, очень много уклонистов. Люди, ну, такие ватные. Знаете, моя хата с краю. Пусть кто-то другой. Действительно, боятся, да. Боятся мужчины, боятся те, которые сейчас… Саша, а что ты сидишь? Молодой парень, молодой парень. Вот иди в Харьков сейчас. Нужны штурмовики. Освобождать. Вот чего ты сидишь? Честненько сидишь в Ютюбе. Вот зачем ты сидишь в Ютюбе? О! Зачем я сижу в Ютюбе? Я, благодаря тому, что канал есть, и когда я стал солдатом 47-й бригады, мы сделали замечательную мастерскую, в которой изготавливаем электронику для боевых частей наших дронов. Наша часть сначала… Рота для… ну прежде всего для FPV. Для, так сказать, дронов Камикадзе FPV. И наша часть уничтожила чрезвычайно большое количество ваших войск и бронетехники. Вот я опять-таки говорю, интервью Юрий Бутусов, хотя я не фанат Бутусова, и Рустам Мустафеев. Там все это показано, рассказано, все замечательно. Я понимаю, я понимаю. Вот этим как раз и занимаемся. Вот мы спасаем нашу пехоту, наших солдат, а ваших уничтожаем. Чеми занимаемся? Чеми занимаемся? И Санцепёк прекрасно прилетает в дрон, атакует Санцепёк, как он классно взрывается. Ага. Ну вот. Можно после него бросить? Можно, Саша, после него бросить? Как ты думаешь, когда будет Харьков отсекать, может, тебя перебьют в Днепрогу? Нет? Поживем, увидим. Атаки, конечно же, путинского рынка. Вот офицеры запаса удивляются. А мне говорят, а Путин сначала должен выбить людей, выбить ваших. Потом будет легче. Харьков не будет брать штурмом. Сал только брали. Будет просто окружать. Окружать. Я понял. Тогда не смогли окружить. Сейчас Селедову взяли, Селедову сейчас берут подряд, окружают и уничтожают. Уничтожают. Вот Селедову просто сбежать. Город полу целый. А так все... Вот сейчас Торецк уничтожают. Торецк уничтожают. Сейчас меня, ну, друга, сын, закончил Краснодарское училище, Серово, вот этот лёгчик, в Рашургейске было. Вот они сейчас пабами просто уничтожают. Стеса земли стирали. Ну, как гитлеровцы когда-то. Молодцы. А ты мне сказки рассказываешь? Да, а я тебе сказки рассказываю. Молодцы гитлеровцы-путинцы. Работают фабы, фабы и Санкт-Петербург. Это самая лучшая вещь. Вот там ураганы, как Хаммерска, потом это да, торнадо. Это да. А вообще самая лучшая работа. Вакуумные бомбы вакуумные, это просто супер. Вакуумные работают. Вакуумные и фабы просто обалденно работают. Ну, позапугивайте еще нас, как настоящие гитлеровцы. То есть, если не попадает, один зал накрывает 4 гектара. 4 гектара. 4 тысячи квадратных метров. Это зал. 24 штуки стоит там. По 200 килограмм. По 217. Это новый. Не Буратино, а ТОС-1. А сейчас дракон уже поступил. У меня этот племянник с Макеевки. Они получили в Ростове новые сейчас драконы. Бросают до 15 километров. Хорошая штука. Правда, на Урале. На Урале. Не на Т-72. Штука обалденная. А горит, главное, как хорошо. Отлично. Отлично горит. Внутри не попал ваш солдат. Поэтому нам и надо... Лопает. Давление, перепад. И внутри лопает. И все лопает. Легкие. Все там. Ну то есть поебали. А если попался... Вот у меня женщина своего попалась. Ее ученик попался. Даже бляха расплавилась. Вообще ничего нет. Привезли там в Решон там. Ну типа пакетики похоронили. Ну попал в центр солнцепека. Ну там температура ты знаешь какая-то. Штука обалденная. А если где-то спрятался в окопе, в линдаже. То резкое избыточное давление. Ну почитай. Штука обалденная. Даже в Афганистане применять несколько раз. А тут применяют как будто против комета. Вот. Вот поэтому. Именно поэтому. Нам надо развивать наши новые системы. Дроны. Увеличивать дальность дронов. Увеличивать конечно же и боевую часть дрона. Электронику стойкую Крэбу. Дальше развиваем мы боевые части дронов. Дронов Камикадзе. И крылатых. И развиваем мы конечно же дроны коптерного типа. И все это работает. Попытки нас запугать. Попытки совершенно вот этого вот путинского рейха что-то сделать. Добиться того что не сопротивляйтесь. Не сопротивляйтесь путинскому рейху. Пугайтесь. Сдавайтесь. И так далее. Не прокатит. Вот так вот. Монолог включен. Я говорю. Россия больше не возьмет себе. Вот Крым и четыре области. Что взяли то и будет. Остальное. Черниговская. Харковская. Это будет. Украина как бы будет полоса чуждения. Да. Как говорится. Это не фашизм. Это другое. Ну как то так. Поэтому. Вот. На диетики на нас. На вас. На нас. Я маю на увазе. На усих нас. На усю нашу спередату. Якось так. Дякую вам. Друзья. Дай вам. Боже. Счастья и здоровья.